Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Член правления общества Бюро кредитной информации, Интерс Микельсонс у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Чуть-чуть поближе к микрофону вас попросим подвинуться. Да, поговорим мы сегодня, исходя из названия, уже понятно о чем. О кредитной информации, о кредитной истории, насколько люди ответственно относятся и к этой части своей жизни. И вообще, как у нас дела обстоят. Знаем, что мы с небанковскими кредитами боролись, боролись. В каком мы сейчас состоянии находимся, насколько люди ответственно сами понимают, во что они ввязываются, могут ли они себе это позволить. На каком уровне мы сегодня находимся по этой ответственности человеческой, как вы думаете? По цифрам, если положить. В принципе, если мы смотрим по статистике взаймов, мы довольно находимся в стабильной ситуации. Стабильно хорошие или стабильно не очень хорошие? Нейтральные, я бы сказал, потому что общее количество взаймов не вырастает. Там примерно так и есть, 1,2 миллиона, 1 миллион 200 тысяч примерно активных договоров, которые платятся вовремя. Около 19% это просрочка. То есть, если посмотреть по истории, то примерно такая просрочка, она и наблюдалась. И, конечно, там надо идти глубже по секторам, где платят лучше, где хуже. Но, в принципе, тенденции пока что без изменений. Открытый вопрос, что нам принесет изменения в законе, которые вступили в силу и в этом июле насчет процентной ставки и насчет того, что запрет по рекламе. Да, кредитов. Да, всех кредитов. То есть, я думаю, это будет какое-то влияние, потому что уже на этот момент есть пару компаний, которые прекратили свою деятельность. То есть, так что взаймы больше не дают, потому что они поняли, что насчет этой процентной ставки бизнес не построишь. Ну, некоторые чувствуют себя довольно комфортно, потому что они уже работали в этих лимитах. Ну, и те, которые работали с лимитами побольше, но они пытаются сейчас понять такое время непонятного, что будет, как будет, когда будет и что нам это принесет. Может быть, несколько слов еще о том, чем занимается Бирок кредитной информации, но, может быть, не все слышали и не все в курсе, вот в чем функции. Да, в принципе, мы начали работу в 2015 году и с этого времени мы все время собираем информацию со всех кредиторов. И с любой компанией, у которой могут быть должники, то есть компания, которая продает электричество, тоже у нее могут быть должники, то есть вот такую информацию мы тоже собираем. И то, что еще изменилось с января этого года, любому кредитору, который работает на основе лицензии и кредитования, то ему надо в обязательном порядке проверять эту информацию в кредитном бюро. У вас, да. То есть у нас есть, в общем, в сложности два кредитных бюро, то есть в обоих надо эту информацию проверить, и только тогда уже на основе увиденной информации можно кредитовать или нельзя. То есть если до конца прошлого года еще кто-то мог не посмотреть, если у нас есть какой-то долг, не знаю, какой-нибудь компании, которая горючее продает или еще как-то, то там можно было проскочить. Ну так с января уже не так-то все просто будет, потому что все эти долги видны. Вот что касается долгов, если, условно говоря, человек, скажем так, физическое лицо, должно банку или, не знаю, Латэнерго, мобильным операторам, наверное, эта информация к вам стекается. Какого еще долги, там, не знаю, мы знаем, что сейчас поставщики коммунальных услуг, их там сотни, да, это не обязательно. Там Рига, Снамо, Павлово, несколько муниципальных предприятий, есть общество жильцов, понятно, есть разные другие кооперативные образования и так далее. Какого, что, какую информацию вы бы еще хотели получить, но у вас нет к ней доступа, но она очень важна, чтобы понять кредитоспособность человека? В принципе, все вами названное, потому что, конечно, если смотреть по количеству компаний, то не так уж много этих компаний, которые на данный момент дают эту информацию. Я бы сказал, что почти 99% или 95% именно компаний, которые занимаются кредитованием, дают именно нам информацию, остальные дают второму кредитному бюро. То есть для кредиторов там все хорошо, потому что, я бы сказал, 100% покрыта информация с этой отрасли. А вот с остальных там уже, чем меньше предприятие, тем и ему, как бы, или они не знают, или не понимают, зачем эту информацию, им было бы выгодно сдавать. Ну, так что, люди, если вы занимаетесь предприятием, да, если у вас есть должники, то это есть, в принципе, это довольно хороший способ, как бороться со своими должниками, тем более он бесплатный. Это очень важно. Что касается, может быть, еще такого вопроса, насколько вот те, кто должны туда заглянуть, да, или те, кто хотят вообще понять, вот, имеет дело с этим человеком или нет, насколько можно вот из этих данных вычислить, речь идет, ну, допустим, мы понимаем, что если человек там не платит по кредиту месяцами, но это понятно, что это долг, хронический должник, там все копится. Ну, есть же еще такие, скажем, есть, можно сказать, текущие долги, которые чаще всего даже связаны не с тем, не с платежеспособностью человека, сколько там, с дисциплиной платежей или с тем, что, может быть, доходы приходят, ну, неравномерно, неусловно говоря, 10-го числа, и поэтому, там, не знаю, человек за тот или по тому или иному кредиту или там каким-то коммунальным платежам или вот лизингом платит попозже, условно говоря, то есть он опаздывает по срокам, но он платит, то есть у него эти долги как бы не накапливаются, но видно, что дисциплиной платежей плохо дело. Вот как это можно проанализировать и какие можно из этого сделать выводы? Это довольно такая объемная тема, но если попробовать на нее коротко ответить, так, потому что мы сами предлагаем сразу продукт, который тоже подсчитывает это. То есть вы берете отчет и там вам показывают в цифрах, там от нуля, например, до какой-то цифры, что обозначает там хороший, плохой, средний, да, то есть будет вам платить или не будет. Именно вот этим мы подсчитываем возможность интересующего вам клиента заплатить его обязательно в течение следующих 12 месяцев. Если значит она хорошая, работайте, если там на красном, значит только с предоплатой. Как это посчитывается, это довольно сложно и, наверное, и часу не хватит, чтобы это объяснить, но в двух словах, в принципе, если мы смотрим насчет физических лиц, то есть там примерно 60-70 меняемых, которые влияют на то, какой результат вы получите. То есть, в общем, не надо бояться, если ты попал в этот лист бюро кредитной информации, это не значит, это возможно, что у тебя есть кредит, но ты добросовестно его платишь, ты там не в красном этом статусе, то есть ты как бы наоборот, может быть, некоторые, я знаю, берут кредиты, потом возвращают, не знаю, через месяц, через два для того, чтобы улучшить эту кредитную историю. И тут абсолютно правы, потому что если ваша информация у нас находится, это не обязательно вы плохой, да, потому что очень много людей взяли кредиты, они их платят, выплачивают, и это тоже учитывается, и учитывается при каждой калькуляции, то есть если там все хорошо, то и у вас кредитоспособность будет хорошая, и конечный клиент будет заинтересован с вами работать. То есть это дает возможность именно нам, честным потребителям, да, показать, что я хороший клиент, и надо побороться за меня. То есть если сравниваем с Америкой, это очень, очень видно, если посмотреть, есть специальные рекламы, которые говорят, идите в банк, у вас хороший кредит, и вот вы там, не знаю, ноги на стол могу кинуть, и вот обслуживаете меня, да. То есть такой культуры у нас нет, но со временем, кто знает, может так и будет. А надо было бы прийти, как вы думаете, к такому? Я думаю, что это было бы логично, если бы мы к этому как через 5-10 лет пришли бы, да, потому что, конечно, если я кредитор, я хочу работать с хорошим клиентом, и я лучше дам ему там лучшие условия и там меньше процентную ставку, чтобы этот хороший клиент со мной работал, потому что я на этом заработаю больше, чем с плохим клиентом, да. Вот тоже интересный такой момент, там у меня знакомый есть один, такая интересная ситуация. Человек, я так понимаю, у него был, то ли у него был какой-то, ну, конфликт, не конфликт, а определенный спор по той сумме, которую он должен был заплатить, по-моему, Латвия с газа, да, так сказать, он там переезжал и так далее, но в результате у него образовался долг перед этим монополистом. Я так понимаю, что потом они договорились и пришли к согласию, он все заплатил этого монополиста. Но поскольку, я так понимаю, был долг, то Латвия с газа передала вот этой фирме по взысканию долгов, и случилась такая ситуация, но с одной стороны она анекдотическая, но с другой стороны он считает, что это какой-то беспредел. К Латвия с газа к нему претензий никаких не имеет, но вот это вот бюро или фирма по взысканию долгов считает, что их услуги должны быть оплачены, да, хотя все долги перед самим поставщиком услуг оплачены, а вот то, что они пытали взыскать, да, так сказать, вот их там нужно оплатить какую-то небольшую сумму, поскольку он посчитал, что он не обязан еще вот эти коммерческие риски оплачивать, то они просто, так сказать, внесли его в черный список, и он там в банке не мог получить какую-то там услугу, там, не знаю, золотую карточку, визор, к примеру, да, он говорит, ну это же, в принципе, ну такой полный абсурд своего точки зрения. Но я так понимаю, что тогда эта информация тоже может оказаться вашим белым, да, что вот человек не рассчитался с этими вот взыскателями долга. В принципе, если мы смотрим именно по кредитным бюро, то мы работаем на основе закона о кредитных бюро, и что оно гласит, что если долг 60 дней, как минимум, то только тогда предприятие имеет право эту информацию давать кредитным бюро. И то есть, если мы смотрим на то, что произошло с вашим знакомым, то если долг был там больше 60 дней, то они бы имели право нам дать эту информацию, она бы там уже как бы осела и подсчитывалась. А потом уже идет вот эта вторая часть, что там прав, не прав, если, в принципе, всегда есть возможность говорить с предприятием, если предприятие признает, что это была их ошибка, то, в принципе, само предприятие у нас и меняет этот статус, то есть они с нами связываются и говорят, что вот там была ошибка, и прошу этот долг выбрать. Если там все-таки долг был, то есть, но разговор был о сумме, то, конечно, информация о том, что там долг был, сумма остается, и как бы, я думаю, и тут, похоже, с изыскателями, потому что они тоже работают на своем, на основе своего закона, и там все точно говорено, что, как, почему и сколько. А есть вот суммы какие-то ограничения, то есть могут за 2 евро, за 5 евро, за 10 евро? Да, 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 да. У нас есть одно предприятие, которое, начиная с одного евро, дает информацию. Ну, там, как бы, просто счета маленькие, там, чтобы выросло, там, до 5 евро, наверное, там пару лет надо, да, так что все зависит от того, именно, чем это предприятие занимается. 67-212-93-9, 67-212-93-9, номера студии и номер WhatsApp все-таки старый, 230-6191, так что пишите. Да, сейчас примем звонок в нашу радиацию. Член управления общества бюро кредитной информации Интерс Микельс, он у нас в студии. Да, добрый день, слушаю вас. Доброе утро. Доброе утро. Алло, доброе утро. Вы знаете, у меня такое, я вот слушаю передачу, у меня несколько ремарок есть. Конечно, ваш гость очень интересно и весь и рассказывает, ну, во-первых, я бы хотел его поинтересоваться, каким образом вот эти все его рассказы соответствуют закону о персональных данных, потому что, понимаете, когда я заключаю, например, какой-то договор, по которому у меня, возможно, будут долги, я компании не даю разрешения передавать о себе данные в какие-то кредитные фирмы, которые собираются в такие базы данных и которые обрабатывают мою информацию. Это первое. И, в принципе, это очень пограничная история с точки зрения законодательства. И, конечно, самой фирме, которая эту информацию передает, это не всегда выгодно. Это больше идет речь о шантаже должника, причем о шантаже должника даже в той форме, что вот вы, если нам не заплатите, мы будем способны вот ввести вас в черные списки для того, чтобы вы никогда не получили кредит. А, возможно, я этот долг не признаю. На каком основании долг, который признает одна только сторона, без решения суда, какие-то долги куда-то передаются и куда-то обрабатываются. Классический пример – это вот, например, со стоянками, ну, со стоянками в торговых центрах, потому что существует множество спорных ситуаций, когда люди не признают эти долги, потому что это ошибочные долги или какие-то, но они уже включены в черные списки, и, как ваш гость говорит, ну, это вроде проблема человека, он должен идти самостоятельно решать эту проблему. То есть здесь заранее получается не очень такая красивая ситуация. Спасибо. А второй момент, да, спасибо, вот прокомментируйте, пожалуйста. Что скажете? В принципе, два очень хороших вопроса. Начну с первого насчета GDPR, да, как это все гласит и все происходит на основе защиты данных. С этим все в порядке. И то, когда в 2015 году мы начали работу, и все, что зависит насчет систем, все уже, мы знали, что такой закон будет, и уже подготовились, и с этим все в порядке. И если идти глубже, почему предприятие имеет право давать эти данные, хотя никому вы согласия не давали, потому что все происходит на основе закона. То есть физическому лицу и не надо выдавать своего согласия, потому что сам закон о защите данных предполагает такую опцию, что если есть специальный закон, то в специальном законе может быть оговорено на основе чего и когда происходит обмен данных. И то есть наш специальный закон, именно есть тот закон, который я говорил, закон о кредитных бюро, и там как бы все сказано, когда, почему, на основе чего, сколько долг должен быть просрочен, что предприятие должно делать, там предупредить клиента, и только тогда можно эту информацию передавать. Подписывая договор, он уже подразумевает, то есть человек дает, грубо говоря, согласие на то, что в случае такой ситуации его данные будут переданы. В принципе, по самому закону кредитного бюро есть и ситуации, что указано, что даже те долги, которые вы можете, то есть не все долги, которые у вас оговорены в договоре, но и те долги, которые оговорены в законе, то есть вы с этим же домовладельцем даже можете не подписывать договор, но есть там свой закон, на основе чего он вам выставляет счета, и на основе этого без договора он все равно может давать эту информацию нам, потому что все происходит на основе закона. А второй вопрос по поводу того, если человек не согласен с долгами. Тут, в принципе, все не так просто. Я бы хотел начать с того, что сравнить нас с Эстонией, потому что в Эстонии кредитное бюро работает уже с начала 90-х, и недавно мы хотели сравнить Латвию, Литву и Эстонию, посмотреть, как люди интересуются о своих долгах. То есть если мы смотрим, у нас на данный момент 30 тысяч активных клиентов, которые проверяют свою кредитную историю. если мы смотрим на Эстонию, где, кажется, больше 20 лет это предприятие работает, значит, там, в принципе, уже все должны быть пользователями и проверять свои кредитные истории. Там статистика была такая, что там, по-моему, 15 тысяч клиентов только зарегистрировались, чтобы проверить свою историю. И ответ довольно простой. Почему там так мало, хотя они работают так долго, у нас два раза больше, ну, конечно, и жителей два раза больше, да. Просто потому, что там другая культура платежей. То есть люди, они понимают, что им надо платить долги. То есть они даже не задумываются над тем, чтобы не заплатить. Именно, именно. И вот именно то, что мы хотим, в принципе, достичь в Латвии, что человек не думает, как бы не заплатить, а он понимает, что он получил, значит, услугу, и он должен заплатить. И там уже дальше, конечно, вторая тема. Вот если все-таки предприятие неправо, там есть какой-то спор, то всегда есть возможность об этом сообщить нам. И в кредитной истории есть специальное место, где указывается, что там есть спор. И то есть если вы даже... И место, где показывается, какого типа спор. Просто спор или там спор в суде. И потом, конечно, если вы доказываете, эта информация вынимается. Но в любом случае, я бы хотел вести нас в ту сторону, что за свои услуги надо платить. И надо платить вовремя. Ну вот мы так уже подошли к теме, когда не всегда согласен человек со своими долгами. Знаем мы, что не всегда человек знает, что он должен. Для него это сюрпризом тоже оказывается. Да. Это, кстати, довольно актуальная тема, потому что пару месяцев назад и насчет этого была информация по телевизору, что женщина, оказывается, взяла в долг, хотя она этого не знала. И там, конечно, и полиция, криминальное дело и так далее. Кто-то использовал личные данные. И именно вот что... Всегда были мошенники, да. И в время, когда не было электронной почты и вообще интернета, и сейчас есть, и чем это все меняется, тем больше, конечно, люди ищут новых способов, как и заниматься мошенничеством. И был такой, как бы, всплеск жалоб, что данные неправильные. И в результате, конечно, что мы делаем, мы связываемся с кредитором, сам клиент связывается. И в результате оказывалось, что, да, там были пару дел, которые действительно кредитор дал денег как бы на ваш персональный код. Не тому человеку. Не тому человеку, да. Деньги ушли на другой счет и совсем другому человеку, который уже этими деньгами пользовался. А вы спите спокойно и не знаете, что вы должны. О каких суммах идет речь? Суммы разные. Ну, в основном, те, которые можно в интернете взять. Ну, там от 100 евро и там могут быть и больше, там до 10 тысяч евро, наверное. Но суть в том, что этим всем я хочу сказать, что надо следить за своей кредитной историей и смотреть, что происходит. Потому что самое плохое, что может произойти, как с этой дамой, что она пошла в банк, там было какое-то дело, там что-то хотели купить и банк отказал на основе того, что у нее есть кредит и самое худшее, что она этот кредит не платит. И там уже пошла цепочка, значит, не знаю, там дело удалось быстро все это решить или не быстро, то есть купили они, что хотели или не купили, но самое главное в том, что в конце концов все было в порядке, кредитор как бы эту информацию у нас тоже выбрал, потому что это мошенничество и такая информация удаляется у нас. Ну, мы знаем, что мир глобален, финансы тоже. Насколько есть возможность, не знаю, у зарубежных кредитных организаций и в других странах Европейского Союза, куда, допустим, граждане Латвии обращаются, вот тоже получить какую-то информацию о кредитной истории? Такая возможность есть, но она непосредственно происходит через самого клиента, то есть сами банки из других стран, они с нами не работают и там как бы опция такая есть, но так как заявок довольно мало, то, конечно, это им не выгодно, но в принципе очень часто приходят заявки именно с Англии, где очень популярны это кредитные истории, там кажется даже квартиру нельзя снять без кредитной истории, так приходят вот заявки и мы мануально делаем распечатки, там подпись, штамп, да, что все в порядке или что нет. Вот по вашим наблюдениям, у вас уже довольно значительный опыт, все-таки вот жители Латвии, я понимаю, что это такая средняя температура по больнице, но в принципе жители Латвии стали как бы больше понимать, насколько важна вот эта кредитная история и что иногда ее уже очень сложно изменить, потому что... Десять лет, по-моему, да? Да, я уже не говорю про хронических каких-то должников, но вот про тех, кто там что-то, один какой-то кредит просрочил, а потом оплачу, там, не знаю, какому-то там мобильный за лизинг, а потом оплачу, да, потом, может быть, он заплатит, да, но нет такого, как вам кажется, вот растет это, не знаю, самосознание людей, что вот эта кредитная история, которая вот надолго за тобой остается, иногда даже на всю жизнь. Понемножку, понемножку, да, потому что если там сравнить пару лет назад, когда мы приходили к предприятиям, которые не связаны с кредитизованием, то, ну, как с белого листа говорили, объясняли, что это такое, почему им это выгодно. Сейчас уже наблюдается то, что сами люди с этим уже сталкивались, знают, что это такое, уже сами звонят, говорят, вот мы хотели бы эту информацию сами получать, узнавать. Если, ну, это, значит, я сравниваю компании, да, если смотреть с жителем простым, то, я бы сказал, я думаю, что люди только начинают узнавать, когда, наверное, сталкиваются с этим вопросом, да, тогда есть много вопросов, почему, вот именно, как человек звонил, на каком основании и так далее. Насколько актуальна такая проблема, так не знаю, семья должников, я понимаю, что такой чувствительный, как говорят, синтетивный вопрос, но тем не менее, потому что бывает такая ситуация, когда, слушай, ну, мне уже не дадут кредит, да, иди, супруга, ты получи, да, вот, я уже в черном списке. В результате, так сказать, вся семья оказывается. Тут, наверное, вопрос с самим кредитором, как они это решают. Я, как бы, именно разговариваю с кредиторами, такую проблему не наблюдал, но то, что мне рассказали сами предприятия, которые дают разные услуги, там, например, электричество, что вот наблюдается именно целыми семьями, приходят по одному, заключают там договор насчет электричества, ему отключают, потом приходит жена, опять то же самое, потом приходит сын, то есть, вот, семья большая, да, семья большая, то есть, людей много, и у них идей тоже. Ищут способы. Ищут способы, то есть, вот это то, о чем я говорю, что в Эстонии все-таки там люди уже как бы не думают, как обмануть, да, государство, или как обмануть предприятие, там люди все-таки думают и понимают, что им за свои услуги надо платить. Вы в самом начале сказали, что у нас более миллиона вот этих должников, ну не должников, а людей с кредитами. Не людей, а именно договоров, кредитных договоров 1,2 миллиона. Активных на сегодняшний день. Получается, что практически у каждого жителя больше даже. Потому что, если смотреть по статистике, то финансовые, активные люди, которые живут в Латвии, примерно 750 тысяч. То есть, на каждого по два, по полтора. Ну это же может быть разное, это может быть даже телефон в лизинг взяли, да, это ведь не обязательно должен быть банковский кредит. Ну в принципе, я так понимаю, что здесь ничего уникального нет, да, вот в мире это распространено. Ну не знаю, в Соединенных Штатах там нет, наверное, человека, у которого нет какого-то кредита, да, даже состоятельного, я так понимаю, да? Да, кажется, Дания была та страна в мире, где больше всего кредитов, там, кажется, в среднем было 5 или 6 кредитов на одного человека, как бы, чем богаче страна, тем, наверное, и больше кредитов на человека. Я не уверена, что это к Латвии относится. Ну, вот интересно, что вы сказали в самом начале, если я не ошибаюсь, что где-то у 19% какие-то проблемы есть. Вот сравнивая вообще, не знаю, с какими-то мировыми тенденциями, да, это вообще большой показатель, потому что, ну, когда говоришь, по крайней мере, когда были краткосрочные кредиты с владельцами этих компаний, они говорят, ну, мы же знаем, примерно 10%, мы уже понимаем, что они не вернут эти деньги, мы это вкладываем в свои убытки, ну, 90%-то вернут, да, вот в этом, на этом наш бизнес и построен, и те, кто вернут, они заплатят за тех, кто не вернут, ну, вот такая простая вроде бы схема, вот 19% много, мало, вот как это оценивать? Я бы сказал, наверное, средний такой показатель. Среди этих 19% больше кого? Это не банковские кредитования или это коммунальные должники? Где, в какой сфере больше всего должников? Ну, в принципе, вот эти 19% это именно процент тех людей, которые не платят именно кредитным учреждениям. Если смотреть тех людей, которые не платят там не банком, там, за коммунальные услуги, то там число было 350, кажется, неоплаченных счетов, примерно 110-120 тысяч уникальных людей. То есть, если мы смотрим 750 тысяч активных, 110, это сколько получается, 15 больше процентов людей, которые не платят по счетам, и у каждого как минимум два неоплаченных счета или даже средним два с половиной. То есть, тут и появляется, что вот эти 10-15% они, в принципе, идут через все вот это в любой сфере примерно 10-15% тех людей, которые почему-то не хотят платить по счетам. Или не могут. Такие тоже у нас есть. 672-12-93-9, 672-13-93-9, еще есть время у вас позвонить, задать свой вопрос. Вот по поводу не могут. Иногда бывает, что вот кредит, он загоняет человека еще глубже, и он попадает в такую яму, бездну, из которой он на заработки уезжает, или им там приходят сообщения о продаже почки искать. То есть, все варианты, потому что его это еще глубже погружает. Вы встречаетесь с людьми, с компаниями, не знаю, как модератор, может быть, выступаете для того, чтобы, ну, вы понимаете, что у человека один кредит, второй, третий, то есть вы видите его историю и понимаете, что его это только топит. Нет, мы как бы в этом процессе никаким образом не участвуем, потому что и, в принципе, у нас нету такого права смотреть, какие данные именно у одного человека. мы как бы видим всю массу, статистику, но это все. То есть, конечно, есть случаи, когда к нам приходит сам клиент в кредитное бюро, чтобы узнать, кому он должен, потому что он столько в местах уже занял денег и это так давно было, что вот... Но в основном, что мы у себя видим, что именно приходят те люди, которые уже возвращаются с Англии, они денег накопили и говорят, вот я хочу нормально жить, тут в Латвии, кому я должен, кому я должен заплатить, чтобы все было в порядке, и тогда, конечно, они эту информацию получают. Часто такие случаи бывают? Не очень, но я бы сказал, пару раз в месяц обязательно. То есть, они сами хотят все вспомнить, посмотреть, да? Да, да, да. Как я недавно говорил с одним кредитором, который, он говорит, я свои долги долги не продаю, потому что много кредиторов именно свои долги продают и дальше уже взыскатели долгов этим занимаются. Этот человек говорит, я своих долгов не продаю, как бы я знаю, моя деятельность показывает, что через 5, через 10 лет клиент всегда возвращается и платит по долгам. Надо еще подождать это время. Да, надо подождать. Ну, если у него есть достаточно оборотных средств, то он может ждать. Вот долги бывают разные, как мы констатировали. Если мы говорим о каких-то фирмах, финансовые компании, которые оказывают разные сейчас кредитные, конкурируют даже в какой-то степени с банками, правда, дают под более высокий процент, но когда ты с ними говоришь, они говорят, ну, мы все-таки свои риски страхуем в том плане, что мы берем залог, мы же не видаем деньги просто так. Ну, может быть, фирмы на развитие бизнеса, на оборотные средства, они могут дать, изучив ее кредитную историю. Но чаще всего вот эти финансовые компании, которым запрещено сейчас рекламировать свои услуги, ну, в средствах массовой информации, тем не менее, клиенты их знают и они получают залог, к примеру, недвижимость. То есть, в принципе, понятно, что все равно эти долги в этом плане застрахованы, они реализуют это имущество, деньги вернут. Это ничего не меняет, все равно долг есть долг. А пока он не погашен, все равно у вас в кредитном бюро эта вся информация будет. Да. Какой у вас самый старый долг? В принципе, я не смогу ответить на этот вопрос, потому что по закону мы имеем право вот неоплаченный долг хранить 10 лет. и через 10 лет он пропадает. И, то есть, наверное, есть люди, которые дольше не платят, но мы об этом не знаем. Но 10-летних у вас много, которые доходят до этого рубежа? Довольно. Сколько? Десятки, сотни, тысячи? Я бы сказал, наверное, сотни. Да, но вот мы знаем, что есть закон о неплитежеспособности, где предусмотрена, например, процедура неплитежеспособности физического лица. Вот если как бы человек прошел эту процедуру, вроде он освободился от долгов в соответствии с законом, но ведь я так понимаю, что все равно информации о нем в кредитном бюро будет, да? Что он вообще прошел процесс личного банкротства по существу. Да, тут опять два потока информации. Один поток это именно вот эти долги, потому что там, где он прошел неплитежеспособность, там значит эта компания гасит этот долг и дает информацию, что долг погашен. И значит эта информация хранится пять лет с первого дня, когда он значит просрочил этот долг. Это на основе опять нашего закона о кредитном бюро. И потом есть второй поток информации это регистр предприятий, где именно регистрируется вся информация вот об этих всех процессах. то есть эта информация она доступна в принципе нету нигде не указано как долго регистр предприятия эту информацию должен хранить и в принципе пока он хранит эту информацию у нас тоже хранится. Ну я так понимаю, что для кредиторов или для потенциальных кредиторов они должны платить за вашу информацию. Да, да, Это и есть это и есть наш бизнес. Да, потому что я так понимаю, что сам человек бесплатно может про себя узнать. Что касается, может быть, чуть поясните, да, что касается, давайте возьмем звонок, примем, да. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро, здравствуйте. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, ваше бюро занимается кредитное взаимоотношение между юридическими двумя лицами, не физическими, а юридическими. Спасибо большое. Спасибо большое, наш радиослушатель буквально угадал тот вопрос, которого я хотел задать по поводу юридических лиц. Если смотреть в плане, если юридические лица могут давать информацию нам о своих юридических лицах, то да, и потом другие юридические лица могут эту информацию покупать. В принципе, то, что мы говорили о физических лицах, все так и происходит в плане юридических лиц. По поводу защиты данных хотелось бы поговорить. Вы сказали, что у вас такая очень много информации, с каждым годом все больше и больше, вы уже и на государственном уровне тоже какую-то репутацию заработали, доверие, а соответственно у вас очень много данных, тех, которые интересуют, наверное, многих. Подвергались ли вы каким-то хакерским атакам, насколько вы вот этой защите занимаетесь и успокоены ли? Скажем так, до меня эта информация не дошла, значит все, значит все, что наши IT работают очень отлично, но чтобы всех успокоить, то действительно и саму систему проверяли до того, как ее запустить в онлайн, что пытались взламывать ее сами профессионалы, и как бы все показало, что все отлично, и только тогда начали информацию загружать, и конечно есть специальные программы, которые мониторят хакерские нападения, если вдруг они произойдут, то есть процедуры, как сразу все там отключается, что происходит, то есть в принципе если даже кто-то попробует, то система не будет доступна для взлома. То есть все время мониторится и проверяется? Да, так как это очень сенситивная информация, так безопасность на первом месте. Куда заходить, что делать, если человек вдруг захочет послушать наш эфир и захочет все-таки посмотреть, есть у него долги нет, и как его история выглядит? Да, значит, интернет-сайт manacreditvistory.lv моя кредитная история, только на латышском, там заходите, регистрация через банклинк, и так мы узнаем, что это вы, и там два раза в год вы можете эту информацию получать бесплатно. то есть если не хотите заходить, как я говорил насчет мошенников, то вы хотите все время быть в курсе, то есть платная услуга, что вы можете заплатить, и система автоматически вас будет оповещать о любых изменениях ваших данных. То есть если даже кто-то проверит вашу информацию, вам на почту придет информация, что вот ваши данные проверяли. и если будет новый долг, то тоже эта информация придет, и вы уже вовремя сможете посмотреть, кому я должен, почему, и то есть если долг не обоснован, то уже вовремя сможете с этим предприятием связаться, все это уладить, и это предприятие уже эту информацию исправит, если все будет обоснованно. А если у кого-то нет, например, интернет-банка, можно прийти к вам в офис? В офис, да, мы находимся в Риге, улица Граду 4А, и если кто-то не в Риге и не может приехать в Ригу, то можно связаться с нами через инфо email или через телефон, наши телефоны и email находятся на нашей странице www.kib.lv и связаться, значит, там вам объясняют, как свою кредитную историю получить по почте. Конечно, это платная услуга, потому что услуги почты платные, то есть вы заплатите только за услуги почты. Спасибо, у нас в гостях был член правления Общества Бюро кредитной информации Интерс Микельсон, спасибо, что пришли проверять свою кредитную информацию.